Основные средства воздушного поражения в настоящее выделены для нанесения ударов по позициям ВСУ, сосредоточенным на Донбассе. В частности интенсивно применяется новейший российский ударный беспилотник иноходец. Несмотря на постоянное использование данного аппарата с начала проведения спецоперации, до последнего момента противникам не было сбито ни одного БПЛа данного типа, появились сведения о потере лишь одного дрона. Сохраняется активность боевой авиации и в других регионах Украины. Так, благодаря проведению воздушной разведки были обнаружены и уничтожены МиГ-29 и Ми-8 на аэродроме в Миргороде Полтавской области вместе со складом авиационных боеприпасов. ВСУ признали гибель в ходе воздушного боя подполковника своих ВВС. Постепенно развивается наступление на Донбассе, в частности стало вопросом ближайшего времени освобождения прилегающей к Донецку с запада Мариинки, одного из основных плацдармов ВСУ. При отступлении с насиженных позиций неприятель бросает бронетехнику автомобили снаряжения боеприпасы. В частности засветился трофейный британский бронеавтомобиль Сексон и редкая украинская модификация БМП-1У. При отходе противник пытается разрушить транспортную инфраструктуру, в первую очередь мосты. В ряде случаев быстрое продвижение российских войск срывает эти планы. Когда это удается ВСУ, инженерные подразделения ВСРФ быстро заменяют разрушенное полотно секциями понтонно-мостовых парков или создают новые переправы через реки. В Мариуполе остатки неонацистов засели на Азовстале. Здесь годами создавался последний рубеж обороны, который в настоящее время уничтожается всеми доступными средствами поражения, артиллерией, авиацией, ракетными комплексами. После зачистки наземной площадки ушедшие в катакомбы неонацисты будут ликвидироваться иным способом, причем без участия пехоты. Несмотря на фронтовое положение Мариуполя, здесь уже развернулись работы по расчистке от завалов. Пользуясь общим оживлением города, боевики пытаются бежать переодевшись в гражданскую одежду. В этой связи в разы были пополнены силы, отвечающие за блокаду противника, в том числе за счет ополченцев, мобилизованных в народных республиках. В ряде случаев неприятель пытается покинуть место боев на боевой технике, нанося на нее соответствующую маркировку. После ряда провокаций Запад продемонстрировал всестороннюю поддержку киевскому режиму, несмотря на неопровержимые доказательства причастности к гибели гражданского населения ВСУ. На место трагедии в Буче прибывают высокопоставленные европейские политики, в Краматорск ехать они не желают, видимо, из-за близости фронта. Столь повышенное внимание со стороны западных деятелей подталкивает власти незалежной совершать новые провокации в попытке добиться новых подачек и выиграть информационную войну. Ущербность этого подхода состоит хотя бы в том, что Запад и без того всячески оберегает киевский режим, в том числе действуя через СМИ. Однако немалая часть остального мира уже осознала лживость властей незалежной и всецело поддерживает в информационном поле российскую позицию. Являются неоправданными и расчеты киевского режима на то, что новые провокации позволят сохранить или даже усилить поток оружия. Страны, которые заинтересованы в снабжении ВСУ и нацбатов, и без того продолжат поставки. Другие государства уже или передали все возможное, как например Словакия, лишившись ЗРК С-300, или не желают подкармливать ВСУ в ущерб себе.